Ну, мы сказали о том, что гормоны у нас связаны с областью химии, так как являются химическими веществами. Ну и чтобы не повторяться, я, наверное, скажу, что они синтезируются, допустим, стероидные гормоны из холестерина. Кстати, если хотите поумничать, можете сказать, что основой холестерина, ну и, собственно, всех стероидов гормонов является наличие петроциклической системы циклопентана-пергидрофенантрена. Да, тут кто-то выпал в осадок, но можно покороче сказать, что там стерановое кольцо есть. Ну, смотря какую цель, да, вы преследуете. Понять или кого-то грузануть. Так вот, если я буду оперировать такими названиями, то, я думаю, все потеряют интерес к лекции, потому что у вас нет необходимой базы. Поэтому мы перейдем к следующему. Гормоны связаны еще с одной большой областью – это медицина. И в медицине у нас есть целый раздел. Взрослые, наверное, знают, этот раздел называется эндокринология. Так вот, эндокринология – это наука о строении и функции желез, внутренней секреции, вырабатываемых ими продуктов. То есть мы говорим о гормонах, о путях их образования, о действии на организм. И, конечно же, наши врачи должны знать о клинике, то есть как проявляется, как в норме функционирует. Прежде всего, мы изучаем сначала норму, потом изучаем патологию. Когда у нас недостаток, когда у нас избыток или когда вообще нет какого-то гормона. Ну и последнее, и вообще зачем мы идем к врачу, да, это, конечно же, лечение. Вот об этом у нас область эндокринология. Но мы не медики, поэтому мы об этом говорить не будем. Но все-таки поговорим, расскажем, я расскажу небольшую область, да, и поговорим о гормоне таком, как инсулин. Я думаю, многие вообще уже встречались с таким гормоном и знают, да, кто-нибудь слышал о таком гормоне, инсулин. Несмотря на то, что вы молодые, многие уже слышали, ну как-то неспроста, потому что статистические данные говорят, что до 500, возможно, миллионов, то есть там 420, где-то 400 данные, 500 миллионов человек в мире болеют сахарным диабетом. Это полмиллиарда, да, это как бы немаленькие данные-то. Вот, и а что он делает? Спрашивается, да, какова роль инсулина в нашем организме? Все говорят, да, там на глюкозу, а что конкретно? Кто-нибудь знает? Да, он регулирует, а каким образом? Он же не сам его расщепляет как-то, а функция у него такая, как, представьте, ключик. Вы подошли, вставили в замочечную скважину, повернули, и дверь открылась. И тут такая королева глюкоза входит в клетку. То есть у вас там нарисованы рецепторы, вон там такие маленькие молекулы инсулина, это белковая молекула. Она подходит, садится на этот рецептор, меняется конфигурация, конформация. Дальше подается сигнал, так скажем, на нашу дверь входную, да, на эти ворота. После чего срабатывает вот этот механизм, и глюкоза может войти в клетку, и дальше уже идут определенные процессы. Либо образование гликогена, либо жиров и так далее. Ну, нам без разницы, нам главное, чтобы глюкоза ушла из русла крови, потому что иначе будут нехорошие вещи, так скажем. Поэтому, если мы говорим об эндокринологии, чем занимается наш врач, да? Так вот, он как раз изучает. Сначала он изучает норму и смотрит, чтобы у нас инсулина была определенной нормой. И как мы можем измерить? Будем мы мерить инсулин? Зачем, когда мы можем померить дешевле глюкозу? Если у нас глюкоза в норме, то мы понимаем, что инсулина вырабатывается в достаточное количество. Если у нас какая-то патология, а патологии, я сказала вам, уже бывает три, это недостаток, да? В этом случае мы говорим о гипоинсулиномении. Вот такие, опять же, медицинские термины. Может быть гипер, когда много продуцируется, и может быть, когда вообще не продуцируется инсулин. Вот в случае, допустим, гипоинсулиномии, это когда у нас небольшой недостаток. Такое может вызвать какие-то медицинские препараты, медицинские вмешательства, да? Это, в принципе, может быть физиологически обратимым. То есть паниковать не стоит. А вот когда инсулина совсем нет, тут уже серьезная болезнь наступает, называется диабет первого типа, который требует лечения. Также у нас бывает инсулин второго, но не у нас, я надеюсь, и у нас ни у кого не будет. Есть диабет, различает второго типа. И тут, казалось бы, инсулина много, получается у нас гиперинсулиномия, но реально ничего не происходит. Почему так происходит, да? Почему вдруг такое произошло? Да просто рецепторы стали резистентными, то есть они устойчивы к инсулину. Он подходит, раз подошла молекула, два, поджелудочная железа видит, что подается сигнал, что уровень глюкозы не снижается, а то и повышается, наращиваются объемы инсулина в крови, а ничего не происходит, глюкоза остается. Вот это у нас как раз диабет второго типа. И если говорить, вернемся к эндокринологам, то вот как раз врачи занимаются вот этой частью. То есть они измеряют уровень, они видят клинику, да, если у нас много, если у нас мало, и они назначают лечение. Но опять же, это к нам не относится. Психология. Как психология связана с гормонами? Да. Каким-то образом они создают нам настроение. Да, и как раз сегодня мы с вами поговорим о такой области, которая касается и химии, и медицины, и психологии. И называется она поведенческая нейроэндокринология. То есть это такая область узкоспециализированная, которая изучает поведение людей, групп людей, да, которая моделирует опыты на мышах и изучает, как те или иные гормоны влияют на их поведение. На их реакции, на их какие-то свойства психические, да, памяти, такие как мышление, внимание, что для нас с вами важно. Тем более мы растем, развиваемся, и вы растете, развиваетесь. И нам это важно. Кстати, мамам тоже важно, папам, потому что их дети тоже растут, и они же должны применять какие-то навыки и знания о гормонах. Ну, прежде чем мы начнем говорить о гормонах, мы все-таки вернемся все-таки к эндокринологии, да, потому что она основа, и я сказала, что у нас поведенческая нейроэндокринология как раз-таки включает и область медицины. А медицина у нас начинается с чего? С анатомии. Так вот, что у нас тут главное? Ну, главное у нас гипоталамус, гипофиз. Это два участка в центре мозга. Назовем, назовем, это такой маленький центральный кружочек, который связан со всей нервной системой. Для чего он нужен? Ну, это очевидный, наверное, ответ, потому что помимо поведенческих фугасов, которые для нас сегодня важны, он контролирует, эта область контролирует весь гомеостаз, то есть поддержание всей нашей системы, чтобы мы жили, работали, чтобы у нас все было хорошо, да, это функция. То есть эта область воспринимает все сигналы, а у нас есть органы, которые подают сигналы, да, какие, кто не знает, сколько у нас систем. Как мы информацию получаем? Посредством чего? Зрения. Что еще? Слух. Обоняние. Обоняние. Осязание, да? То есть, в принципе, да, много сигналов. И еще плюс сигналы, которые у нас подают кровь, да, изменение ПАЖ, изменение давления. Все это туда сходится, вся эта информация. Обрабатывается, и тут же принимается решение, чтобы поддерживать, чтобы мы жили, да, замечали, мы чайник трогаем, не так, чтобы мы дотрогались, и стоим. Тут же у нас рефлекс происходит, и рефлекс этот происходит благодаря тому, что у нас информация обработалась. Представляете, с какой скорость она должна дойти от мозга к руке и потом обратно. То есть мы получили информацию в мозг, обработалась, и тут же уже отдернули. Это может быть меньше секунды. Когда мы едем, кстати, от зрения получается немножко позже сигнал, да, чем, допустим, так сильный сигнал. Едет водитель, заметил опасность, должен затормозить. Здесь у нас получается глаз, мозг и потом нога, да. Тоже, опять же, большой путь, особенно если человек 2 метра роста, представляете. Так вот, эти части, они не только у нас обрабатывают информацию, они еще и синтезируют гормоны. Передняя доля синтезирует либерийные статины. На русский язык это гормона, группа гормонов, которые вызывают синтез, то есть они подходят к определенным эндокринным железам и синтезируют, чтобы началась активация, да, вот синтез определенных гормонов. И статины, наоборот, тормозят. В гипофизе тоже выделяются гормоны, ну, там написано вазопресин и окситоцин. На самом деле они синтезируются в гипоталамусе, но так как они запасались и высвобождались из гипофиза, то, ну, вот часто до сих пор можно встретить, ну, и в том числе на этой картинке, что вазопресин и окситоцин гипофизарные гормоны. Здесь у нас еще есть различные гормоны. Мы с вами будем говорить, мы поговорили об инсулине, но мы будем говорить даже о тех, которые здесь не написаны. Поговорим обо всем, да? Вы все знаете органы, где что расположено? То есть это у нас железа здесь написана, расположена, да, надпочечники. Есть гормоны, кстати, серотонин, да, который мы относим к гормонам, он секретируется кишечником. Здесь не нарисован, но, тем не менее, есть и очень активно используется. Так, перейдем дальше. И первое, с чего мы начнем, мы начнем с рождения, с самого-самого начала. И что же на самом деле у нас происходит? Да, тут уже подписано, какой гормон основной у нас тут выделяется. Выделяется. Конечно, надо понимать, что не так, что у нас один гормон есть, все остальные спят. Нет. В момент рождения до сначала у нас эстрогены. Я не буду подробности рассказывать. Вы все, может быть, попозже будете готовиться к рождению малыша, вот этой девочке. Вы сами, наверное, все узнаете, вам еще расскажут, может быть, ваши врачи. Может, не расскажут, может, наоборот, такая тайна. Потом узнаешь, что будет. Так вот. Физиологическая роль окситоцина – это сужение гладкой мускулатуры. Где у нас гладкая мускулатура есть? Сосуды. Ну, женщины, тем более беременные, это матка. Естественно, и нам это нужно для того, что нам, девочкам, это нужно для того, чтобы не издеваться над таким сладким малышом, а быстрее его вытолкнуть на свет. Вот. При этом мы защищаем себя, потому что сокращая сосуды, теряется меньше крови. А что же касается поведения, на самом деле окситоцин – это начало, да, вот этого тоже гормонального штурма. Сам окситоцинный штурм, он тоже влияет на поведение и на многие процессы. Но в физическом плане он еще важен для образования молока, да, он влияет на образование другого гормона, который называется пролоксин. Ну, и поговорим о поведении. Для чего нам нужен окситоцин, как влияет на наше поведение. А окситоцин, уже доказано, вызывает у нас привязанность, доверие и, можно сказать, любовь. То есть получается, что природа сделала таким образом, что когда мама рожает своего ребенка и прижимает его к себе, у нее уже очень высокий уровень гормона, этот же высокий уровень гормона и у малыша, потому что у них единое кровеснабжение. И получается, у мамы возникает привязанность к ребенку и у ребенка возникает привязанность к маме. Для чего это в биологическом плане нужно? Для того, чтобы мама заботилась о нем, а ребенок, как цыплята, знаете, мама такая, курочка идет, и они такие, тык-тык-тык-тык-тык за ней. Вот для этого нам нужен окситоцин. Но часто мы в современном мире, наверное, не следуем нашей биологической программе. И когда женщина рожает, ребеночек уже попадает в руки врачей, а не к маме. А вот главное его как раз предназначение именно в этом. Окситоцина, в смысле не ребенка, предназначение. Так вот, прочитаю вам цитату из статьи, вот совсем недавно. Грудные дети с более высоким уровнем окситоцина в возрасте 6 месяцев проявляют больше интерес к социальным взаимодействиям, быстрее успокаиваются при проведении мастажа матери, меньше плачут при разлуке с родителем. Было также доказано, что уровень плазменного окситоцина может увеличиться после мягкой стимуляции кожных рецепторов, что еще раз подчеркивает важность активного контакта младенца с родителями. К чему я это? То есть получается, что когда рождается, он привязывается, и когда мы его гладим, у нас повышается уровень окситоцина, и тоже идет привязка к этому ребенку. То есть мы кормим, мы его привязываемся. А что, кстати, у папы? Да, у меня сейчас вопрос, как вы или какого-то чувства зарабатывают у тебя окситоцина, как у количества отрывателей у отца, как у нас это хорошо, или у вас? А тут получается, что нет. Во-первых, уровень у мужчин окситоцина меньше, и доказаны, есть данные в статье, которые показывают, что дети рождаются с одинаковым, что мальчики, что девочки, разнополые, рождаются с одинаковым уровнем окситоцина. Но в процессе, к подростковому возрасту уровень окситоцина у мальчиков падает. Наверное, это природой заложено, что они должны отдаляться. А у девочек этот уровень остается, потому что они должны заботиться. Заботиться о родителе, заботиться о детях, возможно, заботиться о своих сестрах. Ну и вообще такое в большей степени социальность у них поддерживается. Сейчас вернемся к социальным контактам немножко попозже. Так вот, что папы? Ребенок нуждается в любви папиной тоже, поэтому что надо делать папе в этот момент? Ему нужно обнимать, потому что у него все равно будет выше уровень окситоцина, когда он будет обнимать своего мужа. И малыш будет, ему будет легче привязываться к папе, не будет какой-то чужеродный. Мы же помним, что это не только любовь и привязанность, это доверие. То есть я доверяю, я себя комфортнее чувствую, у меня меньше тревожность, я спокойнее. То есть я меньше плачу у папы, чем у мамы. Вот. Ну почему-то папа у нас более строгий, не всегда берут малышей и обнимают, а делать это надо. Кстати, есть еще один такой эксперимент, что папы девочек, они более привязаны к девочкам, чем к мальчикам. И объясняется это тем, что девочки сами по себе нежнее. И девочки сами будут тянуться, обниматься. И папа, он может маме не позволить, да, я же лев, я же такой сильный. А вот, что называется, телячие такие нежности, он может проявить со своим ребенком. И проявляя свои вот эти вот нежности и то, что он, возможно, даже взрослым своей жене, да, не додает, он может это дать своему ребенку. Но при этом он должен понимать, что он становится зависим тоже, да, ребенок к нему притягивается, привязывается, и он привязывается к своему ребенку. Это и хорошо, и есть какие-то, да, моменты такие, что может быть в дальнейшем такой папа скажет, нет, мне этот мужчина не нравится. Потому что я хочу идеального мужа, да, потому что такой папа, он просто не хочет выпускать своего ребенка. У него вот эта связь, она формируется не потому, что он там как-то любит ее, нет, просто потому, что просто это нежность, вот эта вот радость. Сейчас, кстати, да, окситоцин по-другому гормон счастья называет. Так вот, теперь, что касается нашей социального, да, еще он называется социальный гормон, окситоцин. Так вот, он играет ключевую роль в социальном познании, в социальном поведении и об условности страха, которые важны при социальной тревоге. И были проведены опыты и показали, что окситоцин как раз-таки нас делает вхожими в общество. Вот сейчас у нас распалось, да, так, нет такой связи, нет таких обычаев, что мы сели, обняли, попели, а нам нужен контакт. И потом мы говорим, мы интроверты, мы просто общество не любим. На самом деле, потому что у вас этого не было, поэтому у вас нет и тяги к этому. То есть у вас нет привязки. В результате, когда мы выходим к обществу, у нас формируется вот эта тревожность, что я боюсь их, мне некомфортно. Да, мы выходим, делаем презентации и как-то весь встают, волнуюсь перед вами, запинаюсь. Да, и в подтверждение был проведен такой опыт, вот, кстати, в 2017 году, не так уж и давно, когда людям с социальной тревожностью вводили интерназальный спрей с окситоцином. Я не буду весь опыт подробно описывать, но приведу такой пример, да, вот, как это вообще. Допустим, вы пришли в компанию, возможно, вы даже мужчина поздоровались за руку, если женщина даже этого контакта у вас не будет. Но все равно вы будете испытывать новый коллектив, да, все равно есть дискомфорт. А если вам предварительно вшипнуть окситоцином и повысить этот уровень, то получается, когда вы пожмете руку, у вас доверие к вашим коллегам повысится. И получится так, что когда вы уже войдете к ним в контакт, вы будете более доверчивы, что ли, более к ним ориентированы, спокойно с ним взаимодействовать. Не так, что я их боюсь, не подходи ко мне, мне сложно сделать доклад. Да, это не гарантия того, что вам все прям легко и просто станет. Но вот, тем не менее, тревожность вот такую вот именно социальную, это снимет. Так, я пропустила слайд по социальной тревожности. Ну и прежде чем мы пойдем дальше, я вот сделала для вас большой тест такой. И вам нужно ответить на вопрос, что необходимо сделать маме после рождения малыша. Выложить пост в соцсетях, да, сообщить родственникам сразу же всем, приложить малыша к груди, ну или отдохнуть, да. Ведь роды тяжелый процесс, может быть длительный, у некоторых до трех дней может затягиваться, да. Представляете, как хочется уже, ничего не хочется, хочется просто отрубиться. Как вы думаете, что мы сделаем первое? Конечно, выложить пост в соцсетях ради дофамина призрачного. Ну, можно это сделать и попозже. На самом деле, пока пульсирует матка, это какие-то 20-30 минут. И пока вот этот высокий уровень окситоцина, посты и родственники могут подождать спокойно. Конечно, могут быть мамы, которые звонят, ты что, мне полчаса назад родился, а ты мне еще не сказала? Ну и что? Зато вы получите малыша, привяжетесь сами, привяжете его к себе. Возможно, избежите дальнейших каких-то проблем, когда он не будет к вам привязан и будет уползать куда-нибудь подальше. В этом случае, да? И на самом деле вы отдохнете, вы получите заряд бодрости. Ваш ребенок вас будет радовать. Конечно, не всегда есть ситуации, не очень, так скажем, раносные, когда мамы лишены такой возможности. То есть у нее есть такая возможность, ей надо пользоваться, конечно. Но по поводу отдохнуть 20-30 минут и отдыхайте. Три дня терпели, можно 30 минут потерпеть. Это уже такая мелочь на самом деле в жизни. Ну и я сказала, что когда происходит этот процесс, у нас не только окситоцин вырабатывается, у нас вырабатывается куча дополнительных гормонов, в том числе и дофамин, и серотонин, и в какой-то момент даже адреналин, который нам помогает последний, так сказать, набраться сил, сделать последний рывок. Именно тогда у нас выделяется адреналин. Ну и еще у нас выделяются эндорфины. Именно эти гормоны, так, ладно, мы сейчас скажу тогда. Именно этот гормон, эндорфин, делает маму счастливой, вот по-настоящему, что называется, да, вводит какое-то состояние эйфории, и именно вот эти гормоны, вот такое сочетание приводит к тому, что папа со стороны смотрит и думает, что это, что это за фиолетовое чудо в слизи. А мама смотрит и говорит, какой красивый, какое чудо. То есть у мамы возникает вот такой образ красоты, которого у папы никогда не возникнет. Папа не поймет, в чем красота и счастье видеть такого малыша. Ну и вернемся еще один вопросик. Как преодолеть социальную тревожность? У нас есть препарат окситоцин, да, употребить окситоцин, обниматься со всеми. Ну или мысленно представить, что все вас любят, ждут, рады видеть, там, все свои. Какой вариант? Да, третий. Умница, да. Употреблять окситоцин, ну, все-таки как-то, ну, потребим. А если контакта нет, будем сидеть со своим окситоцином. Ну, вот в данном случае, да, был спрей. О том исследовании, которое я вам рассказывала. Насколько это есть в аптеках, такой спрей, я знаю, что есть раствор для внутреннего введения, но это ориентированно роженец, да, потому что есть сбои, когда у нас не все хорошо, и когда окситоцин, собственно, не выделяется, а рожать надо, тогда вводят окситоцин. Но что касается вот такого лечения социальной тревожности с помощью такого спрея, если он в аптеке, я вам не отвечу на этот вопрос. Обниматься со всеми. Ну, вы пришли в Газпром работать. Ну, как бы я сомневаюсь, что там все подойдут, вам с радостью начнут вас обнимать. Скорее всего, так, и покосятся, и уйдут, да. И третий вариант – это мысленно представить. И вот тут сказали, наверное, этот вариант. Да, у нас есть мозг, нам повезло, и он на самом деле способен к чудесам. А именно, мы можем так фантазировать, настолько реалистично, чтобы провоцировать гормональный подъем уровня гормонов, в том числе и окситоцина. И получается, что мы представляем, мы можем представить, как мы всех обнимаем, как нас все любят, как нас все ждут, и нам на самом деле будет комфортно, нас это будет расслаблять, у нас будет вызывать это чувство доверия. Да, мы идем читать лекцию, и мы, входя в зал, представляем, все, кто здесь сидят, очень жаждут моей лекции. Конечно, тут есть небольшое «но». Если вы не представляли и не медитируете, да, и настолько реалистично не можете представлять, с первого раза, возможно, у вас это и не получится. Но есть в истории, да, есть даже такие примеры, когда люди настолько верили, допустим, в Господобова, что его распяли, что у них появлялись зияющие раны. То есть они себя травмировали, зияющие раны, настолько они с помощью различных гормонов и ферментов, они фактически себя травмировали. Вот настолько была велика вера этих людей. То есть если мы будем верить и себе представлять, то это будет. То есть вы можете реально заставить свой организм работать на себя и преодолеть какие-то то, что сейчас, допустим, нам общество не дает, да, нас общество ограничивает, мешает, но мы можем находить какие-то дополнительные, зная поведенческую, да, зная о гормонах, мы можем искать дополнительные пути, как мы можем это преодолеть. И это здорово. Ну и я начала говорить об эндорфинах, да. И тут... И тут вот расслабление. Это опиатоподобные химические вещества, которые вызывают чувство эйфории и спокойствие в ответ на внешнее раздражение. Да, можете посмотреть, волнение, боль, напряжение. Они уменьшают беспокойство, стресс, одновременно способствуют хорошему собачувствию и расслаблению. Эндорфинов на самом деле много, разнообразных, но есть один, выделили бета-эндорфин, который наиболее сильным обладает анализирующим эффектом, то есть обезболивающим, да. И если сравнить его с морфином, а многие, наверное, может быть, кто-то читал Булгакова, а если не читал, почитайте. Да, там же морфин, да. В семенах мака содержится, но, конечно, если мы булочку с маком съедим, это не значит, что нам хорошо станет. Там, во-первых, концентрация не та, да, и пищевой мак отличается от того мака, с которого все-таки добывает морфин. Так вот, морфин обладает обезболивающим действием. А эндорфин, бета-эндорфин обладает вот этим действием, эффектом обезболивающим в 18-33 по разным оценкам раза сильнее. То есть, получается, у нас есть такие соединения, которые доставляют нам радость, расслабляют нас и способствуют такому восстановлению. И это нам нужно. И, казалось бы, нужно нам это днем. Хотелось бы в это верить. Но, тем не менее, пик эндорфина, выделение, приходится где-то порядка на 11 часов вечера. И выделяется он с 11 до 3. Получается, зачем нам это нужно? Зачем нам весь этот кайф, когда мы спим, да? Что за такое? Я хочу получить удовольствие. А для чего это нужно? Это нужно человеку прежде всего для того, чтобы мы полноценно расслабились. И чтобы мы это сделали, мы должны лечь спать. А спать мы должны лечь до 11 часов. То есть, мы должны лечь по-хорошему в 10 часов, чтобы наш организм подготовился, выделил эндорфин, чтобы обезболил там, где надо, чтобы восстановил нам силы, что есть сейчас такой дискутабельный вопрос по поводу того, что участвует ли эндорфин в, так сказать, построении, да, вот в нужном архивации какой-то информации. Но есть такие версии, где говорят, что эндорфин все-таки принимает в этом участие. И под действием этих гормонов в том числе происходит. Все вы знаете, да, что если мы не спим, у нас спутанное сознание, у нас путаются мысли, и нам нужно хорошо выспаться для того, чтобы наш организм что-то убрал в дальнюю память, что-то отсеял какие-то. И, знаете, как на жестком диске, да, такой навел порядок. Так вот, эндорфины тоже, возможно, этим занимаются. И надо позволить им, чтобы они все-таки свою роль выполнили. Так, ну и теперь... Нет, еще скажу. Как же мы можем повысить уровень эндорфина? Всем же хочется отдохнуть, да, и хорошо восстановиться. Тем более при маленьком количестве, если мы его недополучаем, то на следующий день мы будем в большей степени уставшими, мы не восстановимся, возможно, будем скатываться в такую депрессию. Так вот, эндорфина выделяется в том случае больше, если накануне, ну не прям перед сном, если бы мы накануне, допустим, хорошо потренировались, хорошо поработали. И вот именно физическая нагрузка дают эту усталость, которая и после самой тренировки у вас поднимается немного эндорфин, и во сне у вас, опять же, уровень еще больше поднимется. То есть самый кайф получается, когда вы устаете. Так что вставайте, да, не ленитесь. Все говорят, ага, ага. Ну так тяжело начать, да, сначала. Ну надо. Еще после боли, да, физического дискомфорта, ну это не наш вариант, да, мы не будем так провоцировать. И несмотря на то, что мы говорим, что все-таки вознаграждение у нас в таком стимулу реакции участвует дофамин, есть такие тоже варианты в статьях, что все-таки и эндорфин в этом участвует. А, еще хотела одно сказать, один момент. Если мы говорим о продуктах, часто говорят, а есть же продукты, да, которые повышают у нас выделение каких-то гормонов. Так вот, в случае эндорфина, да, и бираминов, продукты, которые наиболее, да, повышают уровень эндорфина, это банан и шоколад. Да, мы знаем, и на экзамены иногда советуют. Ну, это не значит, что мы должны наесть бананов и шоколад и завалиться спать. И знаете почему? Потому что с повышением уровня эндорфина усиливается потребление пищи. И тут получается такой замкнутый круг, что я, допустим, от сладкого получаю удовольствие, у меня выделяется эндорфин, и при этом я хочу еще больше кушать. Я хочу кушать, я еще кушаю, да, а если это еще 9 часов и 10 часов вечера, это вообще кайф. Поесть тортиков на ночь, да, такой, ну, это провокатор такой, мне кажется, поэтому гормон-провокатор. Поэтому я внести... А как вы думаете, как мы можем такое побороть? Может, у кого-нибудь есть идеи? Воды попить на ночь. Да, просто надо сдерживать, надо... Вот это вот кто-то придумал, когда-то давно надо есть до 6 часов вечера. Я до 6 не ем, после 7 начинаю. Вот тут как раз-таки получается этот вариант правильный, потому что дальше начинает потихоньку повышаться уровень эндорфина, да, и мы хотим больше кушать, поэтому надо как-то себя тормозить. То есть здесь уже, ну, мы же люди все-таки, не только гормоны нами должны управлять, но и мы должны управлять. Поэтому тут уже ваше волевое решение такое, стоп, дальше я этот тортик не ем. А тортик это намного вкуснее, чем просто сахар, да, там же еще масло, а масло, оно... сахар с маслом намного вкуснее, а дальше запускается вообще целый штурм, потому что масло содержит холестерин, а холестерин это все наши стероиды и гормоны, это эстрадиол, это цитостерон. Еще надо дополнить, что сам холестерин у нас образуется, начинает образоваться после 10 вечера, и тут, получается, мы едим. Организм выделяет этот холестерин, в общем, это что-то с чем-то, поэтому, в общем, тормозим себя и не едим после 10 часов вечера, да. А лучше еще пораньше. Ну и опять вопросик. К вам. После тяжелого трудового дня лучше. Ой, и написано. Пойти отдохнуть с друзьями. Да, у нас же тяжелый был день, надо как-то это все дело порадовать себя. Поесть шоколады и бананов. И лечь спать до 23 минуты. Все последовательно сделать. Ну, если пойти отдохнуть с друзьями, то надо понимать, что нам вовремя надо лечь спать, да. Можно и бананы и поесть, кстати, можно и с друзьями даже поесть, да, и бананы, и шоколад. И у нас отложено выделиться эндорфин, а потом мы отдохнем и отдохнем. Классно отдохнем. Не забывайте давать своему организму отдых. Это очень-очень полезно. Полезно для мозга, да. Наш мозг нам скажет потом спасибо. Дофамин. Гормон и нейромедиатор. И тут собачка, да. Такая, кажется, да, гормон такой вроде бы удовольствие тоже его иногда называют. Но при этом собачка. Есть ли догадки у кого-нибудь? Ну, больше несчастья тоже, да, счастье есть. Мотивация, конечно. Данный нейромедиатор, написано, используется мозгом для оценки и мотивации. Закрепляя важные для выживания продолжения рода действия, да. Так вот. Данный гормон тоже у нас участвует в регуляции гомеостаза, то есть поддержании баланса. Но что важно? Важно, что этот гормон отвечает за такую реакцию, за такую привычку, да, как стимул реакции. То есть собачка, это вот дрессировщик стоит. Команду сделала, ей дали. Ей дали награду. Сделала, дали. Сделали, дали. Если это повторяется регулярно, а собаки у нас хотят кушать практически всегда, то получается в ее мозге срабатывает механизм. Я делаю, и я хочу это делать, чтобы в дальнейшем я получила удовольствие. Получается, дофамин у нас выделяется. Поначалу дофамин у вас будет выделяться, и у собачки будет в том числе выделяться, когда она получает сладкое. Но в дальнейшем этот уровень дофамина может повышаться перед тем, как она сделает. То есть она еще не сделала, но у нее уже есть вот это, она уже в мозге себе представила, да, и получается это вот такая мотивация, я это сделаю, я хочу это сделать. И может привести к тому, что если мы говорим о людях, да, и о какой-то цели, о каком-то действии, которое мы делаем регулярно, что нам само вот это желание даже больше будет нравиться, чем уже, конечно, результаты, достижения цели. С одной стороны, это хорошо, допустим, если мы хотим научиться решать химические задачи, да, в технопарке, но тут, опять же, тут нужна либо сильная воля, если она у вас есть, либо сильная мама, да, которая скажет, нет, все-таки ты сделай, я тебе дам. Еще круче будет, если она вам будет давать не какой-то сахарок, а каждый раз будешь давать что-то новое, ну, вкусненькое. Тогда у вас будет еще и позыв к новому, да, такой, что, ой, а что я сегодня получу? Это, кстати, тоже дофамин. И тогда вы, говорит вам, решаешь пять задач, я тебе даю. И вы решаете пять задач. Первый раз, а второй раз она вам что-то еще дала другое, ну, тоже вкусненькое. Третий, четвертый, пятый. А в какой-то момент, даже если мама уйдет с периферии, вы получаете удовольствие от решения задач просто от того момента, то, что вы сейчас сядете, потому что я чувствую, что это классно, да, уже нет, у вас дофамин выделился до решебельном этом этапе, получается. Да, и таким образом, ну, надо понимать, что нам нужно выработать привычку. Сейчас вот много сейчас таких отраслей, наук, всякие нейроколучи, там все такое, которые говорят о том, что у нас надо 21 день. Ну, действительно, наши мамы и папы неспроста говорили всегда о такой сакральном период 40 дней. Слышали, наверное, да, и в церковных каких-то, и вообще в каких-то обычных. 40 дней, 40 дней, ну, кажется, 40 дней это много, да, там полтора месяца. Но, допустим, ребенку это нужен период для адаптации во внешней среде. То есть он был в животике, да, там внутриутробно. И не то, что он прям раз появился, и все уже, и все готово. Нет, вот этот переходный период, он еще не адаптировался. И вот как раз 40 дней где-то он проходит, месяц его не надо трогать. Не трогайте, дайте ему выйти в его вот этот нормальный мир. И также у нас, чтобы вырвалась привычка, нам нужно вот это расстояние, да, вот этот отрезок времени, чтобы закрепить, чтобы понять, что вот это нам надо, вот это вот, что мы действительно к этому привязались. И потом уже можно отменять. Потом можно сладости не давать. Ну, здорово, если даешь. Но, в принципе, можно и без сладости уже обходиться. Считается, что эта привычка у вас уже закрепилась. Если мы начали бегать по утрам и себя как-то этим, какие-то делали себе поощрения, то уже через полтора месяца, возможно, вы, ваш друг скажет, ну, зачем тебе там бег, уже осень наступает. Нет, это классно. Я уже втянулся, уже полтора месяца бегаю. Я и дальше буду бегать. Так что, смотрите, если хотите выработать у себя хорошие привычки, кто-то говорит, если избавиться от привычек, на самом деле от плохих привычек не избавляется, заменяет их другими привычками. Нельзя избавиться от плохой привычки. Можно ее заменить на хорошую какую-то привычку, либо на другую, да, привычку. Никогда святое место просто не бывает. Поэтому, если мы хотим что-то изменить, мы заменяем это чем-то. Ну, и что еще у нас вызывает, да, и для чего нам нужен дофамин? Это формирование чувства любви, формирование зависимости. Здесь есть как хорошие зависимости, так и не очень хорошие, да. Тут я привела, например, какие-то блеточки. И мы должны понимать, что есть, всем, наверное, слово о наркотике известно, есть такие вещества химические, есть биологические природы, есть синтезированные, которые повышают уровень дофамина в крови. Они повышают, но нам всегда мало, мы хотим больше. И дело в том, что когда мы повышаем уровень дофамина какими-то привычными для нас способами, это повышение приносит нам радость, может, даже заметную радость, но потом оно возвращается, и, в общем-то, мы нормально живем. А если мы говорим о зависимости их не очень хороших, то, допустим, никотин повышает уровень дофамина, может, до 200%, то есть в два раза, а наркотики от четырех раз. Это очень большое превышение, то есть наш организм, он такой улет испытывает, такой кайф, что, ну, конечно, хочется еще раз, хочется еще, 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 и когда еще испытываешь, хочется и эффекта большего. То есть получается, помимо того, что ты хочешь дозу, ты хочешь большую дозу. Вот в этом опасность как раз-таки наркотиков, то, что, вы знаете, не просто от наркотиков, а от передозировки, да, умирает. Играет роль в адаптации организма к стрессовым ситуациям, травмам и крови потери. Тут тоже есть такой анальгизирующий эффект большой, да. Ну и в случае стрессовых ситуациях, тут можно сказать еще, опять же, вернуться к мамам, да, когда у нас вот эта эйфория, выделяется дофамин, даже история из жизни, когда у нас вот этот дофамин повышается, и мы рады, и вот такой всплеск гормонов, если это в сочетании с эндорфином, все классно, и получается, на мамах это больше всего заметно. То есть мы знаем, что процесс родов бывает небыстрый. То есть роды могут длиться там 12 часов, а радость, как мы уже сказали, длится там 20-30 минут, да, максимум наша, когда окситоцин, эндорфин, дофамин. Так вот, получается, история из жизни реальная, когда женщина в роддоме уже все в... Накануне у него уже схватки огромные, живот, и врачи ее тянут и говорят, давай, рожай. Она говорит, нет, я не буду. Она говорит, ну как, ну ты все равно уже не уйдешь, ты уже рожаешь. Она говорит, нет, я знаю, сейчас мне больно будет. Она говорит, а раньше ты не думала об этом? А как оказалось, у нее уже четвертый ребенок был. Она говорит, нет, я забыла. Вот, вот это как раз, это дофамин, эндорфин, да, совместно, которые, получается, перекрывают, да, вот это вот, наверное, специально природа сделала, чтобы женщина не сказала, все, я уже рожала, больше не буду. То есть она перекрыла вот эти воспоминания, длительные болевые ощущения, перекрылись вот этим моментом счастья, и все, и она может родить и второго, и третьего, и четвертого. Потому что радость и предвкушение, вот это дофаминовое, что вот я вот получу вот этот дофамин, вот это счастье, оно перекроет тот стресс, который она испытала до этого, и ту боль перекроет. Еще, кстати, с болезнью Паркинсона у нас также связан уровень дофамина. При его уменьшении замедляется скорость движения, ну, и желание, да. Когда у нас дофамин, уровень дофамина падает, нам ничего не хочется делать. Когда он повышается, у нас такое, вау, вау, я сейчас горы сверну, сейчас сделаю. То есть вот эта мотивация, она как раз и то, что мы садимся делать задачи, мы предвкушаем, у нас вырабатывается дофамин, и получается, мы как бы друг другу помогаем, и организм, и вы, и мозг, все совместно действует. Мы начинаем что-то решать, и, собственно, еще одно, один момент, это про мышек. Такой есть опыт проводили, им специально отключали уровень дофамина, или выводили генетические мышей, у которых не вырабатывался дофамин. И получается, ну, самые доступные удовольствия вообще для нас – это еда и отдых, да. То есть мы получаем от этого удовольствие реально. Если так говорить, то о еде. И вот эти мышки, у которых не было дофамина, вообще в принципе не выделялся, да, генетически я говорю, сделали такой дефект. Так вот эти мышки, у них был рефлекс сосания, они сосали молоко, но как только их отлучала мать, они умирали. Потому что у них не было вот этого стимула искать, тянуться, не было мотивации искать. И вот следующее как раз, к чему мы переходим, у нас стимулирует, да, стимулы бывают – вознаграждение, наказание и новые стимулы. То есть помимо того, что мы ищем, помимо того, что мы заново пытаемся искать еду, мы еще и расширяем ареал потом, впоследствии. К сожалению, вот с новыми стимулами происходит беда нынешнему поколению. Биологическая роль наша, да, вот мы в прошлом были охотники-собиратели, наши предки, да, когда-то. И получалось, что мужчины были охотники, женщины больше собиратели, и это был стимул. Да, вот я тут как раз грибника разместила. То есть, во-первых, у него есть такой стимул найти. Да, это тоже такой азар дофаминовый. А во-вторых, если мы говорим «а поесть», да, найти съедобный гриб. Это тоже такое. То есть раньше, получается, детки запоминали, что им можно есть, и у животных они понимают, что им можно есть, а что нельзя есть. У них был стимул, они хотят есть. А у нас еда в холодильнике, у нас такого стимула нет. Поэтому мы можем не запоминать, как выглядят грибы, зачем это нам надо, да. То есть вот эта система нам позволяла нашим предкам делать самое главное. То, что сейчас делают в дошкольный период и в школьный период, начальные классы. Это основные действия, анализ, синтез. То есть, если говорим, опять же, о грибочках, найти, проанализировать, как он выглядит, губчатый, пластинчатый гриб, и сделать вывод. Можем мы его есть или не можем есть? Мы же хотим есть, в конце концов. Да? И, обобщив, сделать анализ, вот этот синтез, вернее, мы можем прийти к тому, что, допустим, большинство губчатых грибов, они съедобные. Сделав анализ, проведя анализ, мы можем, опять же, вычленить, что, допустим, какие-нибудь лисички, они у нас пластинчатые грибы. Ну, они же съедобные, да? А что сейчас происходит? Происходит, что у нас есть более доступные дофаминовые стимулы. И я говорю о ваших телефонах. То есть, получается, что мы можем ничего не делать фактически. Мы можем сидеть, некоторые говорят нам папе ровно, и получать фальшивые победы. То есть, фактически, они для вас, вот как для человека, биологического объекта, они ничего не значат. Вы не нашли гриб, вы не убили мамонта, вы ничего не сделали. Вы выиграли в игре, и вы считаете себя победителем. У вас выделится уровень дофамина, вы классный. Ну, вы классный вот в этом маленьком отрезке. А для биологии, да, в целом, вы не классный. Вы ничего не сделали. Грустно это, да, осознавать. Ну, так оно и есть. И получается, когда мы находим вот такие легкие стимулы, когда у нас там мультики все цветные, все нам дается вот так сверху, идет, идет вот эта информация, информация, нам не надо напрягаться. Когда вы что-то делаете, вы заставляете себя. Это прям заставлять работать мозг, это прям сложно. Да, надо читать, надо вдумываться. Это реально тяжело современным поколениям. Конечно, гораздо легче получить вот эту информацию с дне. Тогда ваш мозг, он просто так, дым-дым-дым, картинки помягали, и все. И зато у вас подступила новая информация, а от новизны вы получаете уровень дофамином больше. Раньше не было такой, так много и такой доступной информации. Вышел ты в поле, и вот у ребенка вся новая информация. Он сидит, сравнивает листочки, он сидит, сравнивает плоды, он сидит, сравнивает деревья. Здесь сливы вкуснее, чем здесь. Вот его новые стимулы. А у нас есть стимулы в виде гаджетов, да? Поступили, мы там поиграли, победили, мы классные, дофамин поднялся, я в следующий раз еще побольше поиграю. Все. Вот ваши фальшивые победы. Что делать? Да, сейчас блогеры говорят там, как дофаминовый детокс, дофаминовая яма, как выбраться, что-то такое. Так много сейчас, на самом деле, этой информации. Вот. Что делать? Что будем делать, ребята? Что? Меньше проводить. Как тянет же? Классно же. А это же думать надо. Замкнутый круг какой-то, да? Чуть-чуть отказаться. Да, и вот, то есть, где-то, вот, уже не очень чувствуется, но у меня ощущения. При том, что мы с ним, но теперь это не могу. Ну да, если... Ну а если не у всех есть такое возможности? То есть, что-нибудь, какую-нибудь искать все-таки новизну, да? Это полезно для, наверное, учителей, для мам. Оставлять вот эту долю новизны. И для меня это, честно говоря, тоже такая проблема. С одной стороны, я как преподаватель, и даже как лектор, я должна дать аннотацию, к примеру, да? О чем я буду рассказывать. С другой стороны, если я вам последовательно все расскажу, да? Скажу вот это, потом мы посвятим вот это, вот это, вот это. У вас стимула не будет. Вы все, наверное, знаете, что, допустим, мы здесь сидим, собрались, там прошла какая-то игра, вы пришли домой и думаете, я сейчас посмотрю, чем закончилось. Подходит ваш брат и говорит, ну, они проиграли. Будете вы смотреть? Новизны нет. Новый стимул, ради чего мы это делаем, все нет. Поэтому тут можно, как делать, дофамин вызывать, да? Какими-то новыми стимулами. Допустим, ты сделаешь, а я тебе что-то, что-то необычное. Но тогда надо реально постараться, да? Потому что если это будет что-то необычное, и тебе морковку почистят, ну, как бы, да, не очень как-то будет. Надо будет напрягаться, да? Если касается это занятий, допустим, кто-то ведет, то, да, надо... То есть сейчас вот дети, из-за того, что они часть интроверты, есть такие дети-аутисты, которые как раз-таки к новым стимулам, так скажем, закрыты. Для них нужно, наоборот, все рассказать и проговаривать. Мы будем делать это, предупредить, проговорить. Не должно ничего. Получается, у них будет не столько дофамина, сколько адреналина. И адреналин всю эту радость перечеркнет. Поэтому, если у нас все-таки нормальный ответ, то мы, может, и скажем, у нас будет лабораторная работа. Но что там будет? Мы не будем говорить, что ты сейчас сольешь два прозрачных раствора, и у тебя будет желтый цвет. Пусть дайте ему это сделать, да? Пусть он это сделает и увидит вот эту новизну, почувствует, а потом уже опишет. А не так, что мы прочитали лабораторную, у вас должен образоваться такой цвет. Напишите это все, опишите в своей церкви. Будем мы делать? Ну, мы сделаем. Акцентку же должны получить, да? Но радость вряд ли мы испытаем от этого. Что еще хотела сказать? А, ну, еще дофамин мы говорили о том, что усиливает любовь, да? Ну, и вообще чувство тоже вызывает любовь, привязанность. Ну, это тоже такое ожидание, что у нас, особенно, наверное, в большей степени у мужчин, когда происходит после полового созревания, у них есть такое, такие плюшки, что он подошел к девушке и получил вознаграждение. Поэтому в этом случае у него дофамин вот этот вот срабатывает в большей степени даже, чем у девушек. Ну, и вопрос. Как приобрести хорошую привычку? Регулярно выполнять что-то. Допустим, мы хотим решать задачи по химии. Ну, лень. Что будем? Просто садиться и делать? Будем поощрять себя после того, как сделали? Будем наказывать? Не сделал? Наказали. Ну, либо вдохновлять себя, смотря на других. Другие решают, я буду сидеть и вдохновляться. Всего по чуть-чуть. Ну, регулярно, если будете регулярно выполнять, то в конце концов слетите. Дофамина у вас не будет. У вас, скорее всего, в дальнейшем будет накапливаться стресс, потому что не было положительного закрепления. Нужно не только регулярно выполнять, но и поощрять себя. Причем доказано, если, кстати, вы внимательно читали и слушали, то дофамин, несмотря на то, что мы говорим гормон счастья, он и об отрицательных сторонах этого процесса обучения тоже запоминает. Получается, если нас бить палкой, да, если нас просто шлепнут, это не запомните. Это пройдет. А если нас будут порвать с розгами, то мы запомним, потому что у нас будет боль, у нас сопутствующие. И в следующий раз, когда нам скажут «сделай» или «последствия», мы сделаем. Но ученые доказали, что положительные стимулы влияют больше, потому что как только вы убираете вот этого супервайзера вашего, который следит, у нас наступает расслабление. Мы же все-таки не собачки, да, мы же все-таки люди. Либо будем как-то обходными путями, если способны к хитрости, значит, как-то будем изворачиваться, да, значит, будем списывать еще что-то. Поэтому как наказывать – это не вариант. Это плохой, лучше сказать, вариант. Нам нужно поощрять, поощрять, лучше поощрять себя чем-то новым. Это сложно, ну, можно, да, какие-нибудь плюшки, сладости, ну, какие-то разные, потому что одна и та же сладость тоже не очень интересная. Я знаю, и может тоже произойти какое-то, тем более то, что доступно, а у нас сейчас большинство, да, доступно. Мы знаем, что у нас в холодильнике, в магазине все есть, да. Поэтому вот поощрение, оно срабатывает лучше. Ну, и последнее – это вдохновлять себя, смотря на других. И тут были эксперименты тоже, к сожалению, они неудовлетворительные имеют. Да, ну, опять же, понимаем, да, если я езжу в метро, и все читают книги, или там читают электронную книгу в телефоне, я возьму телефон, ну, не факт, что буду читать. Я найду чем там заняться, да, согласитесь? То же самое, если вокруг вас будут все сидеть, решать задачи химические, но вам это неинтересно, вы опять же найдете чем заниматься. Да, кто-то сдает портреты мои вместо задачи, у меня такое было в практике, потому что ребенку интереснее рисовать, он получает большее удовольствие от этого. Только спрашивается, зачем ухимия. Так что, смотрите, может быть, в дальнейшем, когда вы хотите получить, ну, развить это в большем качестве, когда вас будет окружать такая среда, вы уже решаете задачи, ну, хотите это делать постоянно, то вот окружение себя людьми, которые вокруг решают, это лучше, да, это будет тоже такой стимул, мотивация, можно что-то обсудить. Вот на этом этапе это играет, а на начальном этапе это бесполезно абсолютно. Кстати, еще хотела сказать про дофаминовую, да, вот эту яму и сказала, что как из нее вылезти. Ну, вот дофаминовый детокс, некоторые говорят. Ну, на самом деле, чтобы дофамин пришел в норму, надо просто создать себе режим. Надо отказаться на какое-то время от дофаминовых стимулов. Они будут, конечно, мы от них не уйдем. Но сделать, да, сон, время, там, обед, ужин. И постепенно уже, не так, что у меня завтрак, я сразу там тортик навернула. Откажитесь, поешьте кашу, поешьте кашу без сахара вообще. Фу, фу, кстати, фур день, два, три, а потом, может, даже вам сладкое дадут, а потом вы скажете, а что-то в несладкой каше есть. Так что посмотрите, это тоже как вариант. То есть, когда вы уходите в режим, выходите в норму, то потом опять, давая какие-то стимулы, вы будете вновь испытывать дофаминовую вот эту радость. Адреналин. Ну, тут уже все ясно, да, по картинке, для чего нам нужен адреналин. Да, адреналин у нас выбрасывается в кровь в состоянии стресса. И, естественно, важная его роль, это, как и кортизола, кстати, физиологическая реакция бей-беги. Так вот, что у нас происходит? Если мы говорим о физиологии, то у нас сужаются сосуды, у нас увеличивается сердцебиение. Что касается поведенческой части, к которой мы как раз направлены, то тут у нас получается большая концентрация, да. Вот о чем я говорю, да, сужаются сосуды, увеличивает количество сердечных сокращений, увеличивает сахар в крови. А мы знаем, что сахар нам нужен нашим мышцам и нашему мозгу. В момент опасности это важно, потому что мозг должен активно это все расходовать и принимать решения. То есть наш мозг, на самом деле в стрессовых ситуациях люди по-разному реагируют. Кто-то наоборот может встать в ступор, а есть люди, у которых прям, не знаю, там, скорость мысли опережает скорость света, да. То есть настолько быстро мысли текут, и они могут принять решение. Вот это направлено на то, чтобы мы преодолели опасность эту и поняли, как это, как выйти из этой ситуации. Усиливает психическую активность и внимание, что нам важно, да. То есть сердечные сокращения, ну или сердцебиение, пульс. Получается, вы увидели что-то, да, увидели драку, и все, у вас все равно... Вы не участвуете в драке, но у вас все равно будет вот этот визуальный стимул, у вас, возможно, выделится какой-то уровень адреналина, и вы все равно захотите хоть чуть-чуть, захотите покоситься, да, посмотреть. Может быть, даже это вас затронет, да, дерево падает, оно падает там, но вы все равно, это опасность для вас, да. Соответственно, вы среагируете, ваше внимание будет концентрироваться туда и вызывает ощущение тревоги, беспокойства, напряжения. Ну, это естественно, да, это нам нужно. И нужно, потому что мы охотники-собиратели. Нам это нужно, чтобы мы, когда пошли на кабана, чтобы могли выжить, если кабан побежит на нас. Сейчас, естественно, да, не факт, что мы от него убежим, да, лучше залезть на дерево, вот, но попытаться должны, по крайней мере. И тут еще, я скажу сразу, еще в одном гармоне, это кортизол. Тоже гормон, отвечающий за стресс. И если адреналин, там перед ним еще норадреналин выделяется, ну, ладно, мы не будем уже все, конечно, затрагивать, у нас не такая длинная лекция, уже как-то все затянулось. Если говорить о кортизоле, вот адреналин, он сужает сосуды, но при этом расширяет сосуды в мышцах. То есть для того, что у нас перерабатывался активно, перерабатывалась глюкоза, для того, что у нас клетки активно работали, то есть адреналин – это тот гормон, который вжимает максимум из наших митохондрий. Вы знаете, что у нас есть митохондрии в клеточках, да, наверное? Это такие органеллы, которые запасают энергию. И если мы поднимем руку и подержим, через какое-то время мы устанем, потому что органелл из вот этой митохондрии будет выходить энергия. И энергия будет выходить по анаэробному процессу. Мышца, в конце концов, устанет. А вот если мы будем вот так делать, то через какое-то время у нас пойдет аэробная работа, и так мы сделаем по времени гораздо дольше. Даже суммарно по времени мы сделаем так, можем намного больше. Так вот, адреналин, он, получается, выжимает нашу митохондрию. И, конечно, потом, если мы побежим, у нас и включится и аэробный путь. Но если мы будем стоять, да, он, по сути, истощит клетку. Потому что энергия нужна же не только самой мышце, но и клетке на какие-то внутриклеточные процессы. И это не очень хорошо. Есть еще и кортизол. И в отличие адреналина, который тормозит, допустим, моторику кишечника, кортизол, тонкий кишечник, моторику тормозит от толстого, расслабляет сфинтеры и усиливает моторику толстой кишки. Что это значит? Что если у вас, допустим, преобладает система кортизол-сертонина в момент стресса, над адреналина, то мы можем в прямом смысле сесть в лужу, да? У нас, потому что начнется эвакуация наших каловых масс. Кажется, ну, в общем, такой не очень хороший. Но в природе, кстати, это может и случаться, потому что бежать, извините, с пустым кишечником легче, чем с полным. Вот. Кортизол много за что отвечает. Мы его опустим и перейдем к такому вопросу, как снять стресс перед экзаменом. И тут съесть банан и шоколад, расслабиться с помощью медитации, сделать несколько физических упражнений, выпить энергетик и регулярно испытывать стресс. Съесть банан и шоколад? Да. Окситоцин вылезет. Ну, у нас, смотрите, у нас стресс не такой. То есть, когда мы испытываем стресс и бежим от фигра, это одно. А тут мы сидим, и наша энергия, она опускается в какой-нибудь тремор. Да? Да, рекомендует, немножко вам расслабиться дофамина. Но на самом деле, ну вы съедите, а адреналин-то никуда не денется. И тут, да, один из способов, и лучше рекомендует это делать, физические упражнения. Для чего? Для того, что адреналин, что он делает? Он сужает гладкую мускулатуру. При этом учащается сердцебиение, и получается, объем этой крови, он как бы проталкивает. Что бывает с резинкой, если мы ее постоянно тянем? Она растягивается, также растягиваются наши сосуды, и они не выполняют уже функцию, которая на них возложена. Они истощаются, да, и уже мы знаем, что у бабушек и девушек сосуды функционируют хуже, чем у нас, да, с вами, молодых. К вам присоседилась, молодых. Так вот, чтобы расходовать, так сказать, в кавычках, этот адреналин, можно сделать, да, несколько презентаний. И за счет того, чтобы, ну, вот этого тремора не было, это же наша энергия выходит, нам же надо что-то делать. Возможно, физические упражнения чуть-чуть снимут, вот, это не гарантия того, чтобы вы 10 раз присели, и потом, ху, все, вот теперь я помогу решать спокойно. Нет, это не гарантия. Но, тем не менее, мы сделаем добро для нашей сердечно-сосудистой системы. Что касается расслабиться с помощью медитации. Ну, у нас уже был такой вариант, что у нас есть мозг, который может фантазироваться, фантазировать, мы можем дышать. И когда нам это помогает? Когда-то мы это уже делали, да, когда мы делали, когда мы это регулярно этим занимаемся, и когда мы это можем делать. Когда мы себя уже в такой, мы чувствуем свой организм, и в этом случае нам это поможет. Если вы зашли один раз за 11 лет в кабинет, там, я не знаю, какой-то там школы, и пишете ЕГЭ, то вряд ли вы своей медитацией что-то там сделаете. Вот. Ну, попытаться, может быть, стоит, но недолго, да, время ограничено ЕГЭ. Выпить энергетик. Поможет нам это? Нет. Да, конечно же, это усугубит ситуацию. Энергетики содержат адреналин, иногда еще содержат таурин. Даже есть такие исследования, да, когда у нас люди, которые на энергетиках, у них начинались подергивания. То есть у них их энергия выходит в виде различных движений, в виде того же тремора, да, дополнительного. Ну, и плюс уже много сообщений было, и вообще в мире, и в России, то в Крыму, то в Новосибирске, когда пишут, что ребенок выпил банку энергетика, а потом обнаружатся, что он не банку, а там на литр шло количество, и сердце не выдерживает. У всех разное сердце, и испытывать его не стоит. У нас есть предельный ЧАЭС, да, после которого мы уже не прыгнем. В физических упражнениях, в воздействии адреналина. Мы следим за своим ЧАЭС, даже если у нас такая есть ситуация. Мы понимаем, что есть формула, открывайте. Дошло до 200, ну куда уж дальше, да. Понижайте, спите, отдыхайте. Ну, и надо еще понимать, что адреналин все-таки выжимает из наших митохондрой энергию. Мы, получается, загнанную лошадь пытаемся дожать, да, убить ее, можно сказать. Вот это роль адреналина. К тому же в адреналине содержится, часто добавляют таурин. Не многие знают, что это такое, но на самом деле, если вы посмотрите, в кошачий корм добавляют таурин. Потому что он им нужен. Кошки не должны спать. Кошки, даже когда спят, они должны чувствовать, что происходит. Мышка там где-то поскреблась, они встали и побежали. Вот их особенность. Нам этого не надо, мы должны высыпаться. Мы должны вот это время с 10 до 5 лечь и поспать. Поэтому, если вдруг, да, у нас такая ситуация есть, выпили чуть-чуть, ну и себя сдерживаем все-таки. Ну и перед экзаменом лучше поспать. Лучше поспать, и вот тут еще пункт регулярно испытывать стресс. Если вам, не знаю, мама, учитель создает вот этот стресс, садимся, все убрали, никуда не смотрим. Вот вам одна таблица Меделеева, пишем ЕГЭ пробное, ОГЭ пробное. И для вас это будет строго, особенно если она такая прям, то в конце концов, когда вы придете на ЕГЭ, для вас этот стресс будет уже более-менее нормальный. Потому что помимо адреналина у нас есть кортизол. А кортизол – это тот гормон, который приспосабливается к стрессу. То есть если мы увидим на улице медведя, да, мы там напряжемся конкретно. Но если у нас каждый день будут сходить медведи мимо нашего дома, постепенно наш кортизол уровень выйдет в нормальное состояние. И уже не будут срабатывать, да, все остальные гормоны. Мы не будем, у нас не будет выработки такого адреналина. У нас все будет хорошо. Но кортизол – это тот гормон, который может как раз-таки вызывать депрессию. То есть если у нас есть какой-то хронический стресс, и кортизол повышается, то если мы нарушаем его, да, вот эти биоцеркатные ритмы, за что еще кортизол ответственен? За наше бодрствование. То есть получается эндорфин у нас выделялся с 11 до 3, да. А вот после двух ночи у нас потихоньку начинает наращивать свою концентрацию как раз-таки кортизол. И выходит он в такой пик именно в 8-9 утра. То есть для чего это надо? Чтобы когда солнце светит, чтобы в 8-9 утра мы уже все были активны. Почему школа в 8-9? Кто-то не знал про гормон кортизол, но сделал на самом деле оптимальную вещь. Когда вы проснулись, когда вы бодры, когда вы можете сконцентрироваться. Это классно, то, что сделали школу с полдевятого. Это как человек, которому интересна поведенческая нейроэндокринология. Получается кто-то, вот наши бабушки и дедушки, которые просто какими-то наблюдениями пришли к тому, что сейчас доказываются ученые. В течение дня кортизол несколько раз подвышается, 2-3. Мы знаем, когда он проседает, днем, допустим, когда нам покушали, там выделяется еще серотонин. А серотонин такой гормон, он и туда, и сюда, у него в зависимости, у него много рецепторов, 14 иногда говорят, даже больше, в зависимости от того, к какому рецепту он подходит, по-разному действию. Поэтому не буду рассказывать, чтобы не загружать. Ну и последнее, о чем скажу, это мелатонин. Раз мы уже коснулись сна, гормон основной эпифиза регулирует циркадный ритм всех живых организмов. Ну и тут суточные частичные сезонные биоритмы ведет, регулирует температуру тела, является мягким снотворным. Сейчас продают мелатонин как снотворное, если вы не можете заснуть. И тут вот как раз пересекается с его свойствами в качестве легкого такого антидепрессанта. То есть получается, вы нервничаете, не можете заснуть, и рано просыпаетесь. И вот как раз таки мелатонин способствует вот этому преодолению. То есть у нас повышается уровень мелатонина искусственно, да? По-хорошему он повышается в норме, должен повышаться. То есть солнце садится, наступает ночь, это сигнал к мелатонину тому, что надо накапливаться. Пик как раз таки его накопления приходится к 10-11 часам вечера. Именно в этот момент мы хотим спать. Если мы берем ближе к югу, да, там, к экватору, то приблизительно, или даже нашему югу, там, Турции, то приблизительно у них солнце восходит в 5 утра, заходит в 10. Это вот как раз совпадает, да, с теми, что данными, что мы вот ложимся там к 10, вставать по-хорошему должны в 5, да, ну или там в 6 и в 9. Это нормально. Солнце заходит, и мы должны встать. Встать мы, встанем мы с помощью кортизола, если у нас система не нарушена, да. Имеет противоопухолевую направленность. И тут важно понимать, что мелатонин, пока мы спим, восстанавливает наши силы. У нас каждый день возникают раковые клетки, клетки с поломанными ДНК, да. У нас за сутки полностью обновляется слизистая кишечника. Как вы думаете, возможно какие-то поломки? Естественно. Но пока наша система работает, пока наш иммунитет нормально, адекватно срабатывает, никакого рака у нас не будет. Как только нарушаются вот эти биоциркадные ритмы, наш иммунитет, мы не восстанавливаемся. Это запускает вот этот процесс, к сожалению. Является антистрессором, но это тоже, да, они пересекаются, замедляют темпы старения. Опять же, потому что, во-первых, у него есть антиоксидантная такая активность. Причем, если мы говорим о перекосных радикалах, многие, наверное, знают, такой витамин Е, который тоже является оксидантом. Так вот, мелатонин в этом случае, он превосходит. Его оксидантная активность выше, чем у витамина Е. Поэтому хотите быть здоровы? Спите. И спите вовремя. Ну и вопрос последний. Если не получается заснуть, необходима физическая нагрузка перед сном, чтобы встать, почитать электронную книгу, выпить мелатонин, ну или регулярно засыпать в одно и то же время. Естественно, конечно. А если не можете, попробуйте все-таки сначала в режим выйти, а потом уже, если уж совсем не справляетесь, идите к врачу, чтобы он вам назначил мелатонин. Продается. Ну сейчас все, кстати, по рецептам становится. В конце, я, если бы я сказал, все время рассказала вам, но я и не хотела касаться тестостерона и эстрадиола, вот, это скорее студенческая такая тема. Я очень рада была вас видеть. Если у вас есть вопросов несколько, можете задать. Надеюсь, вам что-то запало в душе и что-то вы вынесли из этой лекции. Спасибо.